Друзья, приветствую вас в этот чудесный субботний вечер. У меня пока раннее утро в Ванкувере, если быть точнее, в 8.30 утра. Я надеюсь это утро провести с очень приятным мне собеседником по имени Никита Белоусов. Я хотела бы начать вот с чего. Мне кажется, что каждый второй гатчинец знает Читу Белоусовых, соответственно, папу и маму Никиты. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что очень многие ходили заниматься спортивным и синхронным плаванием в чудесную школу Киви. И Никита сегодня нам расскажет подробности за кулиси, скажем так, спортивного мира. Никита, привет! Привет! Никита, как слышно, как видно. Привет, привет! Отлично! Приветствую! Я думаю, меня тоже слышно. Да, слышно и видно. Я благодарю тебя, во-первых, за то, что ты согласился. Я знаю, насколько ты занятой человек в последнее время. Все-таки ты уже 5 лет как являешься президентом Федерации плавания Ленинградской области. И наверняка, так как ты еще и отец троих детей, тебе действительно мало на что хватает времени. Поэтому спасибо тебе большое, что ты вышел в этот эфир. Так, какая-то проблема со связью. Можно? Крутится кружочек. Все в порядке? Алло, алло. Ты слышишь и видишь меня? Алло, алло. Я тебя слышу и вижу. Нахожусь сейчас, к сожалению, не в домашнем регионе, поэтому, возможно, со связью будут проблемы. Ну, не отключайтесь, я, может быть, буду восстанавливаться, как говорится. Попробуем. Немножко так зависает голос, но ничего страшного. Я думаю, сейчас будет лучше. Я хотела вот с какого вопроса начать. Скажи, пожалуйста, а в принципе в такой спортивной семье могло бы быть иначе? Могла бы твоя карьера сложиться иначе? Мог бы ты заниматься чем-то совершенно не связанным с плаванием, со спортом? Ну, а почему бы нет? Нет, я думаю, что не только, как говорится, ну, я никогда, во-первых, об этом серьезно не задумывался, но такого, что кто-то меня заставлял и к чему-то принуждал, такого, конечно, не было. И уже, смотря сейчас, да, с точки зрения, наверное, уже своей семьи, понимаешь о том, что все-таки возможно уход ребенка в другое направление, не в том, да, в котором родители находятся, но все равно семья дает о себе знать и всегда, как говорится, напоминает о том, что все-таки это направление, которым занимается семья, и уже не в первом поколении, оно все равно как-то плюс-минус накладывает свои впечатления. Слушай, ну вот школе Киеве, да, буквально скоро будет уже 30 лет как. Получается, что ты с самого рождения вот свидетель, да, о создании этой школы. Можешь поподробнее рассказать, чем эта школа уникальна, удивительна? Ну, на самом деле, так и есть. Получилось 93-й год, да, на самом деле, идея создания школы еще была и раньше. Вот, кто ее прошел, тот историю частично знает, потому что знакомили и с историей школы, и, в принципе, с какими-то уже правилами, устоями. Вот, а создавалась она моими родителями для того, чтобы, во-первых, начать свое дело в этих непростых 90-х годах, а, во-вторых, если изначальная расшифровка, да, букв, то КИТ, две первые буквы, это меня так родители называли, и Ирина, Володя, точнее, Володя и Ирина. Вот, поэтому это первоначальная была расшифровка. В то время фрукт киви был диковинкой для детей, поэтому некоторые, когда им дарили данный фрукт, брали в руки и спрашивали, что это за волосатая картошка. Ну, к сожалению, да, было и такое. Вот, поэтому и, насколько я от родителей слышал, в принципе, это так на самом деле и было, для того, чтобы и у меня были условия для тренировок, для возможности и выступать дальше, и дойти до того уровня, до которого я дошел в спорте, то также спортивная школа Киви сыграла, наверное, сказать, огромную роль. После родителей, я думаю, что это второе место. Как сейчас развивается школа? Помимо Гатчина, есть ведь представительство в Тосной, я правильно знаю? Не совсем. В Тосной это отдельная ветка. Не совсем? А куда ушло оздоровление, Никита? Оздоровление никуда не ушло. Вот, устав был совсем недавно, внесены изменения в устав, и поэтому, как бы, логика и задачи, они остались, но это чисто формальное название. Вот, поэтому изначально школа называлась как частное партнерство ЧП, да, раньше такие были организации, потом было переименовано в МП, некоммерческое партнерство. Вот, спортивная зарядная школа Киви. И последний формат – это уже ассоциация. Теперь многие не знают, но это ассоциация спортивной школы Киви. Да, ну, юридические формальности существуют, поэтому их нужно соблюдать. Никит, скажи, пожалуйста, немножечко про своё обучение. Я хотела бы сейчас про Америку с тобой поговорить. Ты жил, учился, плавал в Техасе. Можешь вспомнить, каково это было, да, и насколько отличается подход к тренировкам в Америке относительно с российской действительностью? Было такое, если сейчас не ошибусь, с 2008 года по 2012 год проходил обучение и тренировался в Соединённых Штатах. Вот, ну, во-первых, я поступил в ВУЗ сюда, в России, да, то есть и на втором курсе только уже переезжал в Штаты, но не бросал ВУЗ. ВУЗ здесь у меня остался, в научном отделении даже оставался. И в Штатах, соответственно, с помощью стипендий, безусловно, то есть на тот момент таких средств, да и сейчас это средство огромное, порядка 28 тысяч долларов стендис для обучения. Вот, это была стипендия, большую часть закрывала. Я уезжал туда ради того, чтобы попробовать совместить образование вместе с тренировками. Не очень хочется сравнивать систему спортивную, честно сказать, так как сейчас я в спорте полностью в российском, но и знаю полностью наизнанку, да, американскую систему. Могу сказать, что есть свои плюсы, но и минусы, это я сейчас про американскую, есть некоторые минусы тоже. То, что возможность совмещения обучения и тренировок, да, правильно, это на самом деле огромное, ну, как сказать, огромное подспорье для спортсменов. И особенно для тех спортсменов, тут нужно тоже смотреть правде в глаза, тех спортсменов, которые хотят учиться, потому что на сегодняшний день есть спортсмены, и я с ними сталкиваюсь повседневно, которые не совсем хотят учиться. Вот, это другое дело. То есть, ну, у всех уровень возможностей разный к обучению, если брать обычного ребенка. Кому-то это просто дается, кому-то сложнее, то же самое в спорте, кому-то проще, кому-то сложнее. Вот, в Америке совмещать уже студенческую, студенческий спорт, да, учебу со спортом гораздо проще. Но учиться нужно, и очень серьезно нужно учиться. То есть, за любые пропуски, за любые какие-то промахи по обучению, ты можешь быть наказан сурово. Первоначально это по стипендию, если ты спортсмен и получаешь стипендию. Поэтому, а другое дело, если ты учишься за деньги, ну, в принципе, как и у нас, да, происходит, это немного разный подход. Одно дело на бюджетке, на бюджетной основе учиться, а другое дело на коммерческой основе. Поэтому, ну, вот здесь есть огромная разница. А ты затронул такую вот тему, Никит, сказал, что не все хотят, да, заниматься. А вообще, в принципе, для того, чтобы карьеру сделать в спортивном плавании, как ты считаешь, какие основополагающие должны быть внутри человека, не знаю, скажем так, стержни? Что это? Упорство, мотивация? Это все-таки, в первую очередь, изначально там костяк, тело подготовленное, сформированное. Что вообще является важным? Ну, факторов очень много. И на самом деле, для каждого человека этот фактор будет, наверное, свой. Основные можно назвать, это, конечно, желания. В сегодняшнем дне, да, в сегодняшнее время буду говорить про нашу действительность российскую, потому что сейчас все-таки работают с спортсменами именно нашими. Основное это желание, чтобы у ребенка оно было, чтобы его не отбить. Это уже задача тренера и всех, кто ведет ребенка, а также родителей. И, соответственно, уже от уровня, конечно, возможностей ребенка с точки зрения талантливости, его физиологических данных и так далее, здесь, конечно, уже нужно рассматривать индивидуально. Вот, но чаще всего не хватает желания и упорства того, когда нужно потерпеть, и того, чтобы горели глаза по-настоящему, то есть тем делом, которым ты занимаешься. На самом деле, мне кажется, это в любом деле, да, так, независимо занимаешься ли ты, ну, какими-то отвлеченными от спорта вещами, да, то ли музыки, то ли еще какими-то, да, другими направлениями, то здесь человек должен быть полностью, как говорится, целенаправлен и направленным. Начала связь пропадать, к сожалению. Никита, я тебя потеряла. Зависло видео, и, соответственно, след за видео, к сожалению, стал прыгать звук. Отдельные слова, очень-очень хорошие, я слышу, помогает, еще что-то, пока не восстановилось нормальное соединение. Есть предложение, может быть, попробовать перезагрузить эфир, в смысле попросить тебя подсоединиться еще раз. Никита. Так. Что же нам делать? Мы перестали слышать и видеть Никиту. Так, мы попробуем его сейчас переподсоединить. Здравствуйте все. Да, да, да. Никита, ты пропадаешь, как грустно. Нет, я тут. Да, ты тут много говорил. Да, много интересных слов я услышала, но по отдельности. Мне тяжело, конечно, полную картину собрать. Но я правильно поняла и услышала тебя, что даже вот в твоей карьере и пловца, и организатора мероприятий, да, вот и сейчас, соответственно, главы спортивной федерации, для тебя самое главное является увлеченность, да, максимальная концентрация на том деле, которая приносит тебе результаты, которые тебя стимулируют. Правильно я услышала? Ну, на самом деле, да, на твой вопрос по спортсмену, да, что нужно для того, чтобы человек был в спорте и чтобы достигал определенных результатов. Увлеченность – это, ну, наверное, не совсем то слово, которое хотелось бы подобрать, а именно целеустремленность. Целеустремленность. Да, потому что увлеченность, ну, увлекаться можно разными вещами, да, можно рисованием увлекаться, можно музыкой увлекаться, можно спортом увлекаться, то есть направление как хобби. То есть не хватает погруженности, да, стопроцентной? В этом слове. Если момента с точки зрения даже вещей, с точки зрения развлечений было гораздо меньше, то на сегодняшний день их огромное количество, то есть можно пойти, грубо говоря, в торговые центры, там чем-то позаниматься, поиграть, можно взять телефоны, планшеты и так далее, тому подобное. Поэтому увлечь ребенка и тем более его направить на пусть истины в спорте на сегодняшний день очень сложно. Поэтому тем тренерам и тем родителям, которые могут это сделать, то это, конечно, честь и хвала в сегодняшнее время. Меня вообще слышно? Да, тебя и слышно, и видно. Ну, отлично. Никит, вот ты очень часто ездишь за рубеж и занимаешься организацией спортивных мероприятий. Скажи, пожалуйста, ты видишь в подрастающем поколении кого-нибудь, кто бы потом стал таким, как, например, Майкл Фелпс? Есть кто-то, в каком ты видишь зачатке будущего олимпийского чемпиона сейчас в России? Ну, ты именно вопрос про Россию, да, про наших спортсменов, которые... Да, да, готовы ли они показать, да, на международном уровне такой же класс? Ну, на самом деле, есть уникальные люди, да, которых успех и, как говорится, достижение повторить очень тяжело. И сравнивать, как бы, именно с ним, ну, наверное, тяжело, безусловно. То есть, тем количеством медалей даже с одной олимпиады, да, то здесь, ну, успех колоссальный. Поэтому сравнивать конкретных спортсменов, достигнут они, не достигнут какие-то прогнозы делать, это очень тяжело, тем более на таком высоком уровне. То, что на сегодня есть талантливые спортсмены в России, которые не то, что в будущем, возможно, покажут результат какой-то серьезный, но и уже сейчас показывают очень серьезные результаты. Вот, особенно те дети, которые сейчас только из юниорского возраста переходят в основную сборную. Это, конечно, ну, довольно серьезный успех, и за последние десятилетия, как бы, есть движение вперед. Поэтому будем надеяться, что из именно этих спортсменов кто-то в будущем выстрелит именно в таком же, на таком же уровне. Но, опять же, повторюсь, да, то есть достижение Майкла Флопса не то, что даже по одному плаванию, по всем видам спорта сравнивать и искать таких подобных людей очень тяжело. И тут, как говорится, редко кто в спортивном, профессиональном мире занимается именно сравнением, да, то есть это не совсем корректные вещи на сегодня. Проще сравнивать с результативностью, сравнение с уровнем рекордов мира и так далее и тому подобное. А скажи, вот насчет рекордов, вот ты обозначил, да, целеустремленность. Понятно, что, да, там, тело должно быть вымуштровано, да, натренировано. Но ведь многие сейчас говорят о том, что борьба идет уже не только за те показатели, которые способны дать, да, человеку, вот, человеческое тело, но также и за экипировку, за самую лучшую, да, там, за аэродинамику и так далее, и за допинг. Вот что ты скажешь на эти две вещи? Допинг и спец какие-то, не просто там плавательные трусы, которые были, да, в Советском Союзе, а уже какие-то там специальные костюмы, которые делают из тебя, ну, чуть ли не дельфина. Ну, на самом деле, про экипировку, тут еще, наверное, лет 5-7 назад, если я сейчас не ошибусь, в годах, наверное, может, даже чуть больше, были отменены гидрокостюмы полные, которые, как говорится, с шеи до щиколотки спортсмен одевал и показывал результаты, которые, на самом деле, были выдающиеся для того времени и давали, ну, колоссальный прирост в результате, именно с точки зрения технологической, но потом это поняли, осознали, данные костюмы были отменены Международной Федерацией Фина, костюмы были отменены, материалы были запрещены к использованию, и, соответственно, сегодня это только шорты у мальчиков, да, у мужской части, а у женской части это купальник плюс шорт. А из какого материала это все должно быть сделано? Ну, на самом деле, материалы многие бренды держат в секрете и название этих материалов, да, и, как говорится, состав у ведущих брендов, они находятся, ну, под таким секретом, чтобы, опять же, да, с точки зрения торговых марок и так далее защитить себя и свои разработки. Могу сказать, что неопреновые костюмы, которые сейчас применяются в триатлонах, в открытой воде, ну, я имею в виду вне профессиональных заплывов, которые применяют спортсмены для того, чтобы было теплее и проще плыть, не только теплее, но и проще, и он поднимает человеческое тело из воды, то они запрещены. Вот костюмы из неопрена в обычном бассейне, да, в всех соревнованиях, начиная от всероссийских, региональных до Олимпийских игр, они запрещены к применению. Вот, это стоит, что касается экипировки. Так. Поэтому на сегодня... А что касается запрещенных препаратов и скандалов? Что касается препаратов и скандалов, но касаюсь очень близко всего этого, потому что помимо своей должности в Федерации, еще возглавляю антидопинговую комиссию в Федерации синхронного плавания России и касаюсь всех этих моментов очень близко. Слава Богу, синхронное плавание у нас, не только у нас, но и во всем мире, один из самых чистых видов спорта, и применение допинга там нецелесообразно, могу даже так сказать. Но то, что они существуют, эти скандалы, то, как говорится, что есть, то есть, этого не выкинуть. И то, что мы сейчас ожидаем перед Олимпийскими играми, очередной сюрприз, назовем его так, но на самом деле очень серьезное разбирательство. Посмотрим, поживем, но все это не, как говорится, не к лучшему, меняет спорт. И отношения между странами, между людьми, конечно, все эти вещи тоже изменяют не в лучшую сторону. Поэтому на сегодня, скажу так, важна больше даже не борьба с этим, а важна та часть, которая называется обучением и уведомлением, особенно молодое поколение. Потому что, ну уже, это как бы не мои придумки, да, уже много специалистов отметили, что у нас осведомленность, образованность, назовем это так, в российском спорте, она очень на низком уровне. Поэтому сейчас огромное внимание не только и антидопинговым агентствам, но и Министерствам спорта, и федерациями всероссийскими уделяется именно на то, чтобы обучить молодых спортсменов, и не только тренеров, родителей, руководителей спортивных школ, и объяснить, что это такое. Потому что многим, конечно, задаешь вопрос, и люди просто начинают расплываться в понятиях. То есть, ну, то же самое можно сравнить с обычной жизнью, если сравнивать, когда человек, допустим, учился по одной специальности, по одному направлению, но вдруг после института выбирают совсем другое направление и идет, ну, вообще в другую сторону. И, конечно, когда первое его впечатление, он попадает в другую работу, осведомленности образования, и пока он наверстает все это дело, то здесь пройдет время, и он может шишек набить. Вот примерно то же самое и происходит у нас. Поэтому чем быстрее мы обучим, чем быстрее мы доведем до детей, спортсменов, тем, наверное, будет проще, и мы выберемся из того, что у нас на сегодняшний день есть. Спасибо. Никита, скажи, пожалуйста, вот из-за того, что перенесли Олимпиаду, да, ну, вот в силу пандемии и так далее, ну, во-первых, неизвестно все-таки, да, когда она будет, да, в 21-м году, и будет ли точно. А вообще 20-й год, он был каким-то провальным для спортсменов? Вот чем занимались люди, у которых, которых лишили возможности, да, там, посоревноваться? Запретили все спортивные мероприятия. Как вообще проходили тренировки? Как спортсмены не теряли свою форму? Вопрос очень сложный, не обширный, на самом деле. Если начать с Олимпиады, то, на самом деле, в 21-м году Олимпиаду ждем, и я думаю, что она все-таки состоится с серьезными ограничениями, с серьезными правилами, но состоится. Здесь есть уже и решения, и организаторов оргкомитета, и Международного Олимпийского комитета, и соглашения, да, между всеми, которые со сторонами. Но, с другой стороны, про 20-й год, можно сказать, что это такой... О, что очень сложный год, но не назовешь его очень сложным для спортсмена. Он, на самом деле, ужасный с точки зрения не только соревновательного спортсмена, то есть соревновательного процесса, но и тренировок. То есть спортсмены не просто дали ни по выступать, ни по соревноваться, а их еще и ограничили в тренировочном процессе. И поэтому особенно в перестающих поколениях мы с этим столкнулись. Многие, конечно, не выдержали, к сожалению. Вот, поэтому вот это самое страшное. То есть, что сейчас произошло, и как бы в сегодняшнем направлении, оно не так страшно, что может гораздо сильнее сказаться чуть позже, через несколько лет, когда те спортсмены, которые не смогли перейти этот барьер, или психологически, или физически, ну вот там посмотрим. Поэтому, ну, мне кажется, можно ожидать определенный спад еще в будущем. То есть, если заглядывать на перспективу, об этом сейчас мало кто думает. Сейчас побыстрее бы всем вернуться в обычное русло, да, то есть тренироваться, соревноваться и так далее. Но, с другой стороны, хочу сказать, что этот год нас научил жить по-другому. Не хуже, наверное, не лучше, но те направления, которые открылись перед нами, то они, конечно, абсолютно незнакомы. И кто сможет адаптироваться быстрее, кто зацепится за сегодняшние реалии, тот, конечно, и выиграет. Вот этот вот основной момент, который сейчас многие не хотят принять или не до конца осознают, что, наверное, дальше уже точно так же, как в 2019 году, уже не будет. И не только в спорте, да, но и в других сферах. Вот, конечно, спорт – это та сфера, которая пострадала, наверное, ну, таким одним, назову это одним из самых, да, серьезных сфер нашей жизни, которые пострадали. По сравнению, например, там, не знаю, например, со стройкой или с какими-то другими направлениями, которые плюс-минус продолжались, то спорт, конечно, просто встал на несколько месяцев. И в некоторых регионах у нас до сих пор сохраняются эти ограничения. И не только в нашей стране, но и за границей тоже. Поэтому хотя бы получилось сохранить основные сборные команды, которые практически не останавливались в тренировочном процессе. Но с теми сложностями, и я в этих сложностях побывал, специально съездил, посмотрел на это, каким образом проходят сейчас тренировки у сборных команд на наших базах олимпийских, то это, конечно, очень-очень тяжело. Не только физически, как это и раньше было, но и психологически. Поэтому вот здесь такие важные моменты. Посмотрим, что будет дальше. А на тебя лично, на твою семью вот эти вот ограничения каким образом сказались? Вот ты сказал, что ты учишься сейчас адаптироваться к новым условиям. А что именно ты имел в виду? Я имел в виду как бы не себя лично конкретно. То есть как человек, как обычный семьянин, отец троих детей и всего остального. Конечно, тоже плюс-минус почувствовали все эти моменты. И сидели на изоляции, как и все законопослушные люди и так далее. Я имел в виду с точки зрения все-таки руководства федерации и взаимодействия именно по проведению мероприятий. И тренировочного процесса, и соревновательного процесса. То есть соревнования, которые в ближайшее время будут проходить. Это очень важно. Потому что технически мы не готовы. Знаниями тоже. Да, то есть особенно наше поколение тренеров, великих тренеров, которые на сегодняшний день стоят на бортике. Я говорю не только про сборные команды, но я и говорю в основном про наш субъект. И в принципе тех тренеров, которые сейчас работают. Многие не придавали значения современным техническим вещам, средствам, такое значение прежде. На сегодня, конечно, это все выходит на первый план. Если мы говорим про какие-то дистанционные мероприятия, онлайн-мероприятия, то они, конечно, все новое, как и все новое, они очень тяжело заходят. Но, с другой стороны, есть определенные плюсы. Люди учатся постепенно, меняются. И отрадно видеть то, что даже те, кто на сегодня не верил в это все, считают, что уже постепенно приходят в суровую реальность и к нам присоединяются. Потому что на легком примере, какие плюсы есть. Например, проводили, у нас ежегодно есть мероприятие по собранию конференции федерации нашей. Всегда оно проходило очно, арендовался зал, готовили документы, приглашались представители, которые должны были приехать. И все это занимало, помимо... где-то, например, в Санкт-Петербурге, как центральная точка, и потерять, грубо говоря, деньги. То, когда мы это все проводим в онлайне, на это все можно потратить несколько часов. Я вот к этому. То есть эффективность в итоге увеличилась, правильно я понимаю? То есть это хороший пример. Есть. Это хороший момент. И вот лучше, я считаю, чтобы сейчас, особенно с головой, не иметь проблем и хоть как-то дальше жить, лучше смотреть на всю эту пандемию, все эти сложности, вот именно с этой точки зрения. что хорошего мы можем из этого, как говорится, подчеркнуть, что хорошего увести в будущее. Вот как-то так. Согласна. Хорошо. Давай вернемся лично к тебе и к твоей карьере. Никит, а вот скажи, пожалуйста, то, что ты баллотировался в качестве депутата, это сигнал того, что большой спорт и политика, они неотделимы друг от друга? Абсолютно нет. На самом деле. Может быть, многие кто-то подумал об этом, но нет, абсолютно не по спортивной части все это шло. Было предложение. То есть, как говорится, попробовать все. То есть это не твоя инициатива, правильно я понимаю? Абсолютно. То есть тебе предложили, ты попробовал. Да, я считаю, ну, как бы по жизни девиз, да, чаще всего такой, что нужно попробовать, если не все, то много. И обычно, когда предлагают, то предлагают, наверное, один раз. Поэтому... Я потратил определенное время. В итоге, как бы, моя команда, с кем я шел, три кандидата, два из них прошли. Я немного проиграл голосов, так как это не мой округ был. Вот. Но абсолютно считаю, что опыт интересный. И с одной стороны, обрадовался, что не прошел, потому что времени, конечно, это занимает огромное количество. Но с другой стороны, наверное, время можно найти всегда. Единственное, нужно все должности, которые занимаешь, стараться исполнять на том уровне, на котором они должны быть. То есть, с чем многие сейчас сталкиваются, люди, которые идут по карьерной лестнице, когда они, как говорится, распыляются в разные стороны, то часто происходит такое, что чем-то приходится жертвовать. Вот здесь, наверное, такой философский был, как говорится, посыл мне о том, что если все-таки свершилось, и получилось бы, грубо говоря, попасть в ту сферу, то, зная себя, работать бы стал на все 100%. И там тоже. Поэтому где-то, наверное, все-таки бы потерял. И во временных рамках, или того, что сейчас получилось за последние несколько месяцев. У меня тоже большие изменения, которые, как говорится, тоже, наверное, были бы невозможны, если бы я уже был в ту сторону, в сторону депутатства. Потому что вошел в президиум Всероссийской Федерации плавания и Федерации синхронного плавания России. И, конечно, тоже нагрузка на, как говорится, на работу, на те задачи, которые стоят, она большая. Так что... Но, опять же, считаю, что подчеркнул самые основные интересные моменты и знаю теперь, как оно изнутри происходит. Слушай, но все равно ведь по большому счету ты не можешь сказать, что ты полностью не вне политики, хотя бы потому, что ты, например, призывал людей неравнодушных голосовать за поправки в Конституцию, вот именно в части, которая касалась детства, да, здоровья, развития спорта. Было. Было. Видимо, ты и это увидела. Вот. Много. Я все почитала. Все почитала, все нашла. Абсолютно верно. То есть с теми, как говорится, обращениями, которые были, и это не было какой-то надуманной акции или еще что-то. То есть именно по тем направлениям, которые мне дали озвучить, я с ними абсолютно согласен. Здесь как бы, ну, нужно смотреть правде в глаза. То есть есть какие-то вещи, с чем ты можешь не согласиться, есть вещи, с которыми ты соглашаешься, и, ну, как бы, не говорить это вслух, ну, довольно странно, наверное. с точки зрения политики, ну, наверное, сказать, что спорт на сегодняшний день вне политики, это будет смешно. Безусловно, взаимодействие определенное есть. Считаю, что максимально отстранить, да, вот эти два, два этих направления, наверное, было бы целесообразно, и на самом деле эффективно для спортсменов с точки зрения их моральных и профессиональных качеств и принципов. С точки зрения олимпийской хартии и всего олимпийского движения, вот эти вещи, которые меня тоже очень сильно волнуют, потому что, когда начал всем этим интересоваться, то здесь как бы ну, всерьез задумался, к чему все сейчас идет, как оно меняется и есть над чем работать. Скажу так, непочатый край работы с точки зрения совмещения. Разделить невозможно, но нужно двигаться так, чтобы никто не страдал. Наверное, на сто процентов этого не получится, но в каком-то ракурсе это было бы очень эффективно. Никит, ну ты в принципе всей своей жизни, не только какими-то там словами, заявлениями, своей семейной жизнью в том числе доказываешь, что действительно спорт для тебя это не просто работа, это действительно твой образ жизни, образ мысли, такой стиль жизни, а вообще в целом твоя миссия какая-то глобальная, вот в том числе в твоей карьере, ты какой ее видишь? Продвижение спорта на уровне России, оздоровление нации, и вот каких, может быть, высот ты бы хотел добиться, стать президентом Всероссийской Спортивной Федерации? Опять пропал звук. Эх. А я тебя слышу. Хорошо. Да. Слышишь? Да, вот простремление. Да, слышу, слышу. да, 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 стремиться нужно обязательно, о чем-то мечтать и так далее, да, то есть свои окончательные цели я, наверное, не буду оглашать, потому что как говорится на самом деле Можем спугнуть, если озвучим слух. Иногда, да, иногда лучше промолчать вот и двигаться вперед, и на самом деле девиз такой во-первых, во всем стремлении по работе, да, по карьерной лестнице очень хочется оставаться в семье, и это очень важный момент, да, совмещение, когда семья тебя поддерживает, но ты взамен отдаешь, как говорится, себя в семью тоже в максимальном своем возможном ракурсе. Это вот первый момент. А во-вторых, показать на своем примере, что такое, да, честный спорт, к чему нужно двигаться, каким образом настроить взаимодействие, особенно между поколениями, потому что все чаще встает этот вопрос, да, то есть перехода от одного поколения к другому, каким образом не конфликтовать, а наоборот подчеркивать все то самое интересное и самое нужное из, как говорится, прошлых поколений и модернизировать и идти дальше, доказывать прошлому поколению о том, что тоже что-то умеем, что-то знаем и то, к чему мы призываем, оно на самом деле работает, но только не на словах, а на деле, потому что все, что говорится, должно быть подтверждено именно реальными событиями, реальными действиями, только тогда смогут поверить, вот, наверное, девиз такой. Прекрасно. Последний тогда вопрос, вот скажи, тебе 31, и 5 из этих лет ты являешься президентом спортивной федерации Ленинградской области, а какими своими достижениями ты гордишься, вот по праву гордишься? Ну, на сегодняшний день, наверное, первое достижение, это, конечно, семья, трое детей. То есть, это в первую очередь, хорошо, так. Ну, считаю, что это тоже достижение, потому что, согласна. немногие решатся, огромная нагрузка, и самое главное, каким образом к этому относиться. Вот, одно дело. они, ну, во-первых, я уже обозначил, да, то, что получилось войти в руководство, во-первых, Всероссийской Федерации, и на международном уровне, могу работать и какие-то вносить поправки и движения, да, вперед, именно в наших видах спорта, водных, плавания, синхронных плаваний, и, конечно, взаимодействие и со сборными командами, и с великими тренерами, которые на сегодняшний день до сих пор ведут наши сборные, к золотым медалям, и даже то, что, как говорится, пообщаться и быть в постоянном взаимодействии с Татьяной Николаевной Покровской и с теми нашими великими спортсменками, которые синхронно плавами существуют, заслуженные, да, количество медалей всегда поражает. Это тоже немалого стоит. И, безусловно, с плавательной стороны когда начинаешь ну не то, чтобы доказывать, но продвигать те идеи и те задачи, которые считаешь корректными, а их слышит руководство и слышит и Владимир Валерьевич Сальников и все остальные люди, которые находятся у руководства федерации, то это, конечно, очень приятно и тоже считаю определенной заслугой. Супер. Ну я бы, конечно, хотела видеть тебя президентом Всероссийской федерации, вообще, может быть, даже министром культуры и спорта, потому что человек, который радеет всем своим сердцем и со здравой головой подходит к этому вопросу, вот тебе, мне кажется, там и место, Никит. Ну, спасибо, конечно, безусловно, помимо того, что красиво звучит, считаю, что это огромная нагрузка и огромная ответственность, и здесь важно не потерять, да, то есть многие об этом говорят, и когда общаешься и сам анализируешь прошедшие годы, важно не потерять задор, тот вот, как говорится, пыл и страсть к делу, и самое важное, уметь слышать людей, которые находятся, ну, как у нас говорят, на бортике, потому что все, что создано вокруг, как и федерации, как и министерства любые, да, и комитеты, они должны работать для спортсмена и тренера. а не наоборот. И в середину, во главу угла, как говорят, да, то есть нужно ставить тех людей, которые на самом деле работают в бассейне, в воде, вот сделать те условия, найти новые возможности, да, то есть изменить каким-то образом правила в лучшую сторону или технические какие-то вещи придумать, изобрести или еще что-то. Это задача всех людей вокруг, но они должны не забывать, что основное это спортсмен и тренер, а все остальное оно идет уже дополнительно, а не наоборот, не так, чтобы у нас во главе был президент и он основной и главный. А что там происходит, как говорится, внизу, надо все-таки спускаться иногда на землю и смотреть, как происходит тренировочный процесс. Вот как-то так. Согласна, согласна. Никита, спасибо тебе большое, здоровья крепкого, большой привет всей твоей семье, огромной и очень-очень милой, хорошей, которую я искренне люблю. Желаю тебе находить и соблюдать этот баланс, эту гармонию между семейной жизнью и рабочей жизнью. И тебе спасибо большое за приглашение. Такой для меня приятный, интересный опыт пообщаться в Инстаграм в прямом эфире. Я рада. Заокеанским всем, как говорится, людям привет. Передам, передам. Я не забываю, каким образом там происходит все, как жизнь идет, тоже общаясь в средними, поэтому спасибо огромное, было приятно пообщаться. Взаимно. До новых встреч. Точно, до новых встреч в эфире. Спасибо. Пока-пока. Счастливо. Пока.